так друзья мои у меня есть два килограмма апельсинов которые я не могу вам красиво показать они мне просто скатываются миски нету с собой большой короче здесь это было сетки 2 килограмма 158 граммов смотрите и сейчас вот я буду выдавливать сок а кожуру я соберу и заморожен так надо начинать готовиться к скажем так концу года к рождеству и я в этот раз хочу сделать сукаты сама из апельсинов вот все очень просто мы разрезаем апельсины мы будем из них выдавливать сок соком благополучно выпьем а корочкой вот прям половинками вот так вот да я заморожу но до завтра до послезавтра когда там руки дойдут и потом следующий этап я вам точно также покажу слушать его запах такой пошел прям уже вот точно также можно сделать лимоны они кстати у меня тоже есть вот и сделать сукаты я сегодня купила баночку сукатов в магазине сейчас я вам покажу апельсиновые корочки почти 5 евро там может быть я не знаю 100 граммов часто я принесу вам покажу думаю возьму на всякий случай потому что прошлом году мне нужны были цукаты я не помню для чего да какой то наверное кекс тоже новогодний рождественское пекло так не было в магазине представляете вот так что смотрите сейчас буду выдавливать сок красота так ну дальше все очень просто так я выжила почти половину сейчас сок сливаем апельсины эти у меня для именно не для сока для того чтобы их есть у нас разделяются апельсины так и называются аля буша это значит вот есть как десерт то есть они сладкие и у них корочка такая посмотрите такая достаточно видится широкой и бывает еще круче но вот еще пока не начался сезон апельсинов поэтому это уже неплохо почему я не режу их мелко вы узнаете в следующем чуть попозже сейчас я их выкладываю вот так вот на весы их нужно знать сколько количества чтобы потом сироп взять сейчас вот пока 600 грамм но здесь и наберется 800 900 грамм кожуры так что ребята может быть еще потом надо будет перевешивать когда уже я буду готовить сироп так что продолжаем смотрите бутылка сока получилось так вы посмотрите двух килограммов сетки апельсинов у нас получилось 918 граммов но с учетом что потом эта мякость будет выниматься вот после заморозки она легче вынимается и почему лучше заморозить сразу и потом только их обрабатывать вот эта корка станет намного более проницаемый для сахарного сиропа в котором мы будем варить наши цукаты сока так у меня получилось прилично он знаете сильно так или хранится то в принципе но ничего будем пить что поделаешь даже если там не будет уже столько витамином сколько хотелось бы ничего в этом страшного нет выпьем за два-три дня можно коктейль сделать с кефирчиком и с бананчиком завтра а вот это вот мякоть моя хорошая тоже не выбрасываем ее можно либо давать я завтра буду шарлотку делать у меня завтра будут это мои пачерицы будут на обеде и можно добавить в шарлотку а можно просто в маленький пакетик выложить и заморозить и потом следующий раз когда будем какой-либо бисквит делать вот взять эту замороженный вот эту вот мякоть апельсинов и очень даже сделать неплохую добавочку в это в наш бисквит в нашу нашу выпечку так что все мои хорошие пошла ставить на заморозку так мне вот эта фотография нужна 918 граммов так ну смотрите вот таким образом раскладываем девочки замораживайте как хотите как умеете вы можно есть по апельсинчику собирать корочки но просто я вот вам даю рекомендации как вот у меня есть рецепт там написано что замороженные еще лучше можно сделать замораживать постепенно я решила что я буду делать это я специально купила для этого апельсина этого сорта вот поэтому если я завтра решу и на вот это вот на это количество корочек нам нужно 2-3 килограмма сахара ну короче буду показывать всем привет мои хорошие сегодня 26 октября 2023 года я вам продолжаю показывать что я буду делать со своими корками апельсиновыми перед тем как мы начнем варить из них готовить из них цукаты я вам показала да что я выдавила сок и половинку апельсинов заморозила вот я уж не помню какое это было число но это не важно сейчас я заливаю это водой я специально поставила вот чтобы это было сито чтобы было быстрее сейчас это все залью водой доведу до кипения покипячу две-три минуты солью воду убираем горечь снова заливаю водой и буду кипятить час и полтора то есть я потом уже начну пробовать готовы ли наши корочки должны стать мягкими потом когда я вытащу вот эту вот всю мякоть которая осталась я уберу ложечкой чайной потом порежем и следующий этап буду записывать вам потом ну вот ставим на огонек ждем пока закипит и потом продолжим так посмотрите апельсины мои закипели сейчас я буду сливать заливать новую воду и ставить к пяти часа на час полтора вот только надо закипеть я там уменьшу огонь пускай варится вот дальше продолжаем вот такие у меня дела с утра приятно так посмотрите кипят мои апельсины поэтому я поставила на 60 минут я сейчас поставлю уменьшу кипение пускай кипят потихонечку запах в доме апельсины так мои хорошие сейчас посмотрите у меня суши у нас так темно в доме сегодня нету солнца не знаю как лучше чтобы вам показывать мои апельсины остыли и что мы теперь делаем мы теперь берем ложечкой и вынимаем мякоть вот который у нас осталось оставляя только вот эту вот белую часть до который у нас пойдет на цукаты горка с вот этой белой частью там вот у нас так крепко приклеилась вычищаются они очень легко они смотрите вот такой готовности вот то есть они мягонькие и вот даже лучше даже рекомендуется и заморозить сначала и только потом уже отваривать и делать из них цукаты таким образом в них будут лучше проникать сахарный сироп вот короче вычищаем потом я вам покажу дальнейшие действия очень легко вычищается я думала будет сложнее конечно если бы наверное может быть если бы они были сырые мы бы так в жизни никогда не вычистили вот есть такой тип апельсинов они будут зиму нас появится к рождеству такие они огромные здесь вот там на килограмм четыре штуки а там на килограмм только три штуки получается вот они чистятся очень хорошо то есть ты их то вот так вот надрезаешь да я вот обычно на горячее вино на вино на глинтвейн запасаюсь ем апельсинену наснимаю вот так ровненько вот эту вот корочку ничего там больше не остается никакой пленкой вся пленочка остается на самом апельсинчике на дольках вот так те я думаю что можно вычистить таким образом а здесь вообще у меня как-то мало сока выдавилось смотрите одна мякоть ну что поделаешь короче дом весь из террасы пропитаны запахом апельсинов это очень приятно у меня тут еще и шоколад конечно же муж практически пожаловался что я каждый день пеку десерты но это неправда конечно ну теперь с этими заквасками я делаю десерты достаточно часто ну они такие знаете полуправильные на закваске на остатках закваски то есть я не использую чистую муку то есть в закваске мука она наферментированная ну так вот девочки я вот там вот рассказывала вам про эти курсы кондитеров ну я вот хочу сказать что я вот уже много лет готовлю по книжкам французским десерты они намного проще то есть я как-то вот вам говорила тоже я не люблю когда в одном блюде очень много ингредиентов вот и вот эти вот все французские французская вся еда особенно такая знаете ежедневная которая вот у нас у нас все очень просто мы едим и вот те же вот выпечки вот эти вот которые домашние да вы видели я пеку тоже там все просто там ничего такого особенного нет бывают конечно такие рецепты которые были сложные так там пока приготовишь все ингредиенты уже устанешь вот ну вот я вот это все что вот эти вот повседневки делаю это конечно все очень просто это вот нам не нужно ничего поэтому видите как хорошо проварились апельсины вот они такие нежненькие в них теперь будет очень хорошо впитываться сироп смысл этого рецепта в том что мы не будем варить больше апельсина мы будем многократно заливать сахарным сиропом вот сегодня я заливу первый раз до вечера вечером может быть я сделаю уже второе то есть каждый раз когда нужно будет капитить сироп мы должны будем его отсидеть в отдельную кастрюлю и проваривать и добавлять сахар без самих цукатов таким образом они у нас не превратятся в варенье и не разварятся короче следите до конца я буду вот кусочками у меня будет попадаться это все видео но я может быть сделаю отдельное видео на эти цукаты потому что я сама через год все забуду как я делала мне самой такое надо ладно я продолжаю мои хорошие потом подключимся на следующий этап так мои хорошие девочки смотрите сколько отходов офигеть это вот так плохо у меня работает моя соковыжевалка получается вообще хочу сказать что вот видите я вычистила их но это не совсем правильно правильно было бы если бы вот эта белая часть осталась вот по всей поверхности но у меня не получилось так оставалось много таких знаете лохмотьев поэтому вычистилось больше наверное чем нужно было теперь вы нарезаете в произвольной форме хотите нарезайте длинными полосочками хотите нарезайте вот такими вот кубиками полукубиками нарезается в любой последовательности как вам нравится можно длинненькими вот так вот напополам потом потом остатки наших цукаток и сироп он же уварится он станет густой и будем закатывать в баночки для будущего из этого использования так как я делаю это впервые я вам еще ничего не могу сказать короче сейчас вот я нарезаю эти все апельсины кожицу вот на сколько будет у меня граммов столько будет сахара и воды если будет 600 граммов значит будет 600 сахар и 600 воды все мои хорошие я продолжаю и потом подключимся так ну вот у меня осталось две половиночки то есть один апельсинчик я уже приловчила чтобы их резать побыстрее и таким образом сразу четыре штучки там где очень длинные потом разрезаю пополам вот так на глазок короче все это пойдет у нас в тесто или где то там наверху будет украшение короче ну вот таким образом и смотрите сколько их получается но вы видите я думала господи что там с двух килограмм там получится гляньте сколько отходов много апельсин оказывается вон какие у нас так теперь мои хорошие дальше так девичка следующий этап берем весы берем весы нам нужно теперь взвешивать сколько у нас получилось наших цукатов так что чтобы мне было видно вот смотрите у меня получилось 711 граммов это из-за того что я вычистила много белой части должно получиться это 800-902 килограммов но опять же все зависит от самих апельсинов они есть толстостенные есть более тонкостенные вот эти вот наверное немножко менее толстые в стеночках 711 граммов значит мы это отставляем и сейчас будем готовить сироп значит мы должны взять теперь 711 граммов сахара и 711 граммов воды вот по рецепту один к одному все 236 открыл новую пальчику сахара уходит на этот на эту готовку очень много ну конечно наверное если бы мы взяли 700 и 700 тоже было бы неплохо но я буду делать так как вот написано так 712 и столько же мы добавим воды и столько же мы добавим воды так немножко больше ну что сделаешь Ну ладно, тут 4 грамма больше, не будем заморачиваться. Всё, мои хорошие, теперь я ставлю варить сироп. Значит, смотрите, суть такова. Короче, мы сейчас закопячиваем сироп и этим сиропом заливаем наши корочки. И даем настояться, ну вот сейчас у меня, допустим, 3 часа 30 минут, ну часов до 9 вечера пускай стоит. В 9 часов я повторю процедуру, но я сольюсь из цукатов сироп вот в этот сотейник и добавлю сюда сахара, 1 четвёртую, либо 1 пятую часть. Но чтобы вот вам понять, допустим, у меня 700 граммов сиропа, сахара было изначально, значит я 700 разделю на 5, либо на 4. 140 граммов мне нужно добавлять, будет каждый раз сахар, ну там 711, там 142 грамма, ну 140 граммов я буду добавлять. 2-3 минуты кипятим сироп, заливаем им цукаты. Вот, мои хорошие, 2 минутки у меня покипел сироп. И теперь мы заливаем цукаты. И вы знаете, пока будет горячее, я закрывать крышкой не буду. Ну можно там, если у вас есть такая крышка с ситечкой, прикрыть. Ну в кипяток никто здесь не упадёт, да и никого у меня нету тут в доме. Вот. Для чего мы делаем так? Для того, чтобы наши цукаты не превратились в варенье. Чтобы они не разварились, чтобы они не стали вместе склеиваться с сиропом. Поэтому вот это вот, сейчас оно когда переостынет, я закрою крышкой и оставлю до самого вечера. Ну часов в 9-10 я переделаю сироп. Вам тоже покажу. Сама стою и думаю, что мне сделать с этой мякотью. Может мне какую-то варенье сварить. Быстрого пользования. Не, девочки, пойду в компост выброшу. Никакого вкуса там уже не осталось. Так, мои хорошие, наступил вечер. Вот я процедила, сцедила сироп в сотейник. Вот употребляла, поставила в сотейник друшляк, процедила. И теперь, вы смотрите, я закипячиваю сироп. И сюда буду вводить 170 граммов сахара. Короче, пропорции такие. Вот я 711 граммов, то есть 1 четвертую, либо 1 пятую. Я решила, что первые 2-ти раза я добавлю 1 пятую, а к концу уже буду добавлять по 140 грамм. Здесь вот 180 граммов у меня. Сахара, чтобы сироп был более густой и лучше напитывал наши цукаты. Чтобы засахаривалось, оно не должно засахариваться, оно бы загустевало лучше. Кипятим 2 минутки. И заливаем снова наши корочки. И так они у нас все напитаются сахарным сиропом и не превратят в варенье. А потом уже, когда мы их приготовим, 4-5-6-7 раз рекомендуют эту операцию. Вот я буду делать утром, возможно в обед и вечером. Видите, как он хорошо кипит. Вот я 2 минутки кипячу, постоянно помешивая. Таким образом мы его немножко увариваем. Так и заливаем наши цукаты заново, аккуратненько. Это очень горячо, чтобы не было никаких брызг. Не закрываем, пока пускай остынет. И только потом закроем крышечкой. Так, перемешаем. И вот таким образом набираем соцепление, делаем цукаты. Наверное, есть другие рецепты. Вот, у меня есть этот рецепт, я его делаю по буквам. Все, оставляем остываться до утра. Остынет, я потом на ночь, конечно, его крышечкой прикрою. Они такие уже прям янтарные, такие уже замечательные такие. Очень красивые. Я хочу сделать так еще айбу, можно сделать грушу, можно сделать апельсин, порезанный такими кружочками. Очень красиво тоже. Вот, но апельсин я уже делать пока не буду. Есть только с лимоном там в перемешку. И так можно сделать абсолютно любые цукаты. Вот, я сюда добавила пару звездочек анисовых, бадильяновых. Ну, там, видите, сколько еще отстаивается сиропа. Но капитит ни в коем случае нельзя. Нужно заливать сиропчиком горячим и добавить настаиваться. И вы знаете, я вам хочу сказать, что рекомендуют 5-7 раз провести такую операцию. Я думаю, можно и 10 раз. Хотя они уже такие становятся хорошенькие. Но вот они совсем не сладкие. Не то, что эти вот покупные купиши, они сладющие там вообще. Вот такие классные. Вот я разогреваю сироп сначала сильно. Ну, так вот. Вот нужно начинать, чуть-чуть начинает закипать. Потом добавляю сахар потихонечку вот так подмешиваю. Он поднимается. Такой шапкой его нужно сразу поднять. Вот он, смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво. Не знаю, вот прям такой рисунок классный. Потому что, кстати, такая вот эта спираль. Он уже такой становится, видите, такой густой становится. Потому что сначала он был жидкой, обычная сладкая вода. А тут он начинает уже вариваться. Такой, смотрите, классный. Завораживающий рисунок. Мои хорошие, это я вот уже заливать буду свои цукаты, наверное. Где-то, наверное, в пятый раз я сбилась со счёта. Послушайте, так красиво смотрится. Вот так, смотрите, когда размешиваешь. Я кипячу сироп минут 5-7. Смотрите, как красиво смотрится. Телефон буду, да, не уронить, правда же. Вообще красотень. Так, ну хватит. Буду заливать. И пускай стоит до утра. Так, выключили. Очень аккуратненько, потому что это, конечно, очень горячее удовольствие. Смотрите, какая красота. Они такие уже прям янтарные. Такие уже замечательные такие. Очень красивые. Я хочу сделать так ещё айбу. Можно сделать грушу. Можно сделать апельсин, порезанный такими кружочками. Очень красиво тоже. Вот, ну, апельсин я уже делать пока не буду. Есть вот только с лимоном там в перемешку. И так можно сделать абсолютно любые цукаты. Так, ну что, мои цукаты готовы. Послушайте, они у меня даже засахарились. И я буду, я их вот сейчас вот просто разогрела. Но они чуть-чуть шли до кипения. Но это не страшно, потому что цукаты уже хорошо сформировались. Они уже не развалятся. Я сейчас их буду отсаживать и запаивать в мешочке. Пару баночек поставлю в холодильник. Мало ли же, мне захочется что-то испечь и выложить сверху. Ну, такие они симпатичные, согласитесь. Итак, девочки мои дорогие, утро у меня сегодня такое сумбурное. Послушайте, вот не поставила дату на левитамандра, когда я её кормила, ну, явно 3-4 дня назад. То есть, она у меня уже пахнет кислинкой, уже всё, она уже перезревшая. Посмотрите, какая она. Вы видите? Вся вот ноздристая такая. Она голодная. Вот она ищет еду, а еды нет. И вот сейчас я её вытащу, и я её буду. Посмотрите, сейчас вам покажу, какая тут структура. Мне кажется, мне её мало. Мне кажется, мне её маловато, что я отмерила себе муку. Сейчас я посмотрю, что здесь у меня получается. Её же меньше ещё останется. 121 грамм. Слушайте, 121 грамм мне нужно, чтобы у меня выход был 100. Поэтому мне придётся её перевешивать, прежде чем я её добавлю в муку. Сколько у меня тут её выйдет? Хотя, в принципе, выйдет. Вот, рассказываю, что я сегодня буду делать, девочки. Вот у меня стоит водичка. Вот я её подогревала в микроволновке, потому что кипячёную воду нельзя. Нужна вода из фильтра, либо минеральная вода из бутылки. А вода нужна 30-35 градусов. Вот она у меня здесь 32,8. Прекрасно. Вот, мы будем сейчас купать нашу закваску Левита Мадре. Я в прошлый раз её заквашивала на 50 граммов. То есть, 50 граммов муки, 50 граммов самой закваски и 25 граммов, там, 22 грамма воды. Чтобы выкачать такое тугое тесто, крутое, для этого нужно воды чуть меньше, чем 50%. Так, теперь эту закваску мы вытащили из холодильника. Она холодная, она уставшая, она хочет кушать. Мы её будем купать. То есть, вот так вот режем на кусочки и опускаем в водичку, чтобы она убрала свою лишнюю кислоту, чтобы она погрелась. Видите, она такая вот... Обычно Левита Мадре это такое крутое тесто, вымешанное, которое к рукам не прилипает. Так как она у меня перезревшая, голодная, голоднющая, бедненькая моя девулечка. Поэтому мы её минут 15 покупаем. Она сейчас там насытится, напьётся. И потом уже начнём кормить с помощью муки. Вот. Я это делаю впервые. Вот. Давно об этом слышала, знала, хотела попробовать. Вот сегодня буду её восстанавливать таким образом. Вот любую закваску Левита Мадре можно восстановить вот так. То есть искупать её, погреть, чтобы она там вся у нас увлажнилась. И потом только будем замешивать. Но уже будем добавлять не 45-50 граммов воды, а грамм только 35. Потому что естественно, что тесто сейчас в себя водичку возьмёт. Удивительно, да, девочки? Так, мои дорогие, пока у меня купается моя закваска, вот у меня ровно 10 минут осталось, пока она выкупается. Поэтому я быстренько сейчас замешаю свой брауни, который я вам показывала множество-множество раз, как я его делаю. Поэтому я сразу всё буду делать на весах, чтобы мне не пачкать посуду. Так, включила я духовку на 175 градусов, пусть она греется. Так, в рецепте, в этом рецепте 220 граммов сахара. Я всегда кладу половину, 110-120 граммов. Этого вполне достаточно, иначе это будет очень сладко и просто, ну, до неприличия. Вот вообще, вот у этого автора, мне очень нравятся как бы её рецепты, я очень много готовлю. Именно на остатки закваски из её книги. Прям, слушайте, так удачно я попала, у меня две книги. По её же книге я выводила и закваску. Она у меня есть на канале. Сюда же я добавляю такую хорошую, такую большую щепоточку соли. Так, и теперь, мои хорошие, мы сюда будем добавлять... Ой, прошу прощения, это нам сначала нужно взбить. Так, сниму я с весов, чтобы их не напрягать. Так, взбиваем сахар с яйцами. Вот, ну, минутка где-то, полторы минутки приблизительно так, чтобы мне тут сильно не ляпать. Как же мне так аккуратненько. У меня, мне сейчас тихновато, видите, я одновременно делаю много чего. У меня сейчас там ещё и апельсины за... Так, девочки мои хорошие, надо всё равно что-то подставлять. Так, ничего не буду передвигать, я надеюсь, вам обидно. У меня вот здесь вот остатки закваски. Посмотрите, сколько у меня их много. Здесь у меня разная закваска. И левита мадра, и пшеничная. На йогурте я делала специально, вот когда я пирожки себе там лепила. 150 граммов мне нужно. Пшеничная, обычная, которую я делаю на муке второго сорта с цельнозерновой мукой. 20% ввожу цельнозерновой мукой сначала. И потом добавляю второй сорт. Ну, у меня второй сорт мука, девочки, с 11%. Ну, вот чуть больше получилось закваска. Я не буду её вынимать оттуда. Вот, закваска у меня, остатки все такие свежие у меня ещё. Поэтому, смотрите, сколько ещё осталось. Тут можно печь и печь. Кстати, у кого есть левита мадра? Я, девочки, я не помню, что я вам выставляла, не выставляла. Знаете, время летит. Я много чего делаю, я ничего не успеваю вам показывать. Вот, но именно на остатках закваски левита мадра, вот этой густой пшеничной закваски, которую мы делаем на муке высшего сорта с большим показателем белка протеина, то есть внутри. Такие блины получаются. Не то, что вкусные, а там, я не знаю, какие-то там вообще супер-пупер, вообще шикардючие. Так. Сейчас мы эту заквасочку размешаем и добавим потом шоколад с маслом. У меня шоколад с маслом уже, может, уже даже и застыл. Так, взбиваем. И добавляем нашу шоколадную смесь. Вот, посушивается настолько вот хорошо вымеренно. Мне подходит под мою посуду. Вот прям, как у неё, вот там вот, вам не видно. У меня там стоит вот книжка с рецептом. Вот видите, там форма. Вот у меня точно такая вот. Они у нас тут такие, как сказать, такие почти стандартные эти формы. Так она прям входит туда. То, что надо. Здесь у меня растоплено 90 граммов масла. По рецепту 95. Ну вот у меня как-то отломался кусочек 90. Пожалуйста, я и сделаю 90. Девочки, мне так неудобно с этой штукой. Потому что сейчас заляпаю кухню, потом чистить долго. А у меня столько дел подряд заведено. Нельзя терять время. Так, мои хорошие. Всё, последнее замешивание. Так, всё, смесь взбита. Сейчас, мои хорошие, я уберу венчик. Мы вернёмся. Теперь мои драгоценные. У меня вот уже прозвенело, кстати. Моё купание там. Вон, видите, уже вся моя заквасочка левита-мадра всплыла. Она уже насветилась. Но мы сейчас закончим уже процесс. Потому что духовка горячая. Смазываем формочку. Так, девочки, сказать вам, сколько сантиметров формы. Так, моя неизменная линейка. Смотрите, 16 на 16. Вот, смазываем форму. Можно сливочным маслом. Не знаю, растительным я не пробовала. Там, ореховым каким-нибудь. Или что. А вот кокосовым маслом. Я очень приловчилась. У меня тут на кисточке, наверное, остатки от бриоши последние остались. Вон там я вижу две этих штучки. Но это не критично. Всё просто выливаем. Так, где моя лопаточка, чтобы мне всё это можно было снять. Секундочку, секундочку. Не хватает силиконовых лопаток, слушайте. Надо это докупить себе. Которые небольшого размера. Потому что вот я как закваской начинаю ставить. Мне нужно минимум две лопаточки на закваске. Одну берёшь закваску, вторую снимаешь остатки с этой лопаточки. Видите, как идеально? Подходит форма. Просто уже идеальной нету. Ой, вчера, девчонки, я попала. Ну, я подписана там на эти все прямые эфиры. По хлебам. По выпечкам. И тут, я не знаю, почему-то на... Вот в телеграмме, на боте по хлебу. Видно, они там договорились, девочки, между собой. Появляется мастер-класс по выпечке именно кондитерской. То есть торт, там вот это, так видите. Вот это надо мне сейчас чем-то снять. Загунду. Так, закипают мои апельсины. Тоже надо, чтобы они мне не вылились на плиту. Вот, сейчас расскажу дальше. Так, секундочку. Так, мои хорошие, значит, это... Про кондитерский курс расскажу. Сейчас надо срочно это поставить в духовку. В духовку нагретую. И вот этот, послушайте, шоколадный мус можно украшать ягодами. Очень хорошо идёт малина. Очень. Ну, у меня в данном случае ничего нет из ягод. Я всё израсходовала. Это, девочки, ну, сами понимаете, это у нас облепиха. Первый раз вот я её добавляю, ну, она кристинку будет давать. Можно оришками украшать, чем хотите. Можно крупным сахаром, кстати, присыпать. Вот, ну, это я делаю для себя, поэтому будет занадто тратить такой дорогой сахар на украшение. Вот, вот этот, вот этот десерт, этот брауни на остатке закваски, он очень-очень хорошо замораживается. То есть, вот мы его выпекаем, остужаем, в фильм сверху делаем плёнку пищевую и в морозилку. И потом, когда вам нужно будет, допустим, гостей встречать, или что, вы просто достаёте её, ставите в холодильник, вечером достали, в обед у вас прекрасный, шикарный десерт. Итак, мои хорошие, я тут быстренько всё подмыла, всю посуду, иначе, слушайте, просто я не справлюсь потом, мне нужно 3 часа будет мыть эту посуду после каждого. Я же много чего делаю, сегодня две закваски уже, послушайте, вот эту вот, прям вот эту пасту, мадру, её прям нужно хорошенечко вот так вот отжимать. Видите, я её передержала, девочки. Надо было 15 минут, она у меня минут 25 постояла, уже такая прям размокла. Поэтому её уйдёт меньше, потому что здесь вода. Муки у меня отвешено 100 граммов. Видите, уже 40 грамм. Я тогда воды буду ещё меньше добавлять. Видите, она у меня прям... Слушайте, есть же такой пиентонский метод, пиентонский метод ведения закваски. Вот уже 92 грамма, ну вот я думаю, ещё вот этих два кусочка. 118 граммов. Вот, 108 граммов. Вот эти два кусочка пойдут у нас. Можно в остатки закваски её, кстати, выложить, кстати, чтобы не выбрасывать. Ну, а если что, так уже и выбросить. Вот, теперь, мои хорошие, здесь у нас, смотрите, значит, 109 граммов у меня получилось. У меня водичка отмерена 35 граммов. Вода измеряется в граммах в хлебопечении. Вот, я добавлю 30 граммов только. И буду смотреть, если нужно, я лучше добавлю. Потому что если будет очень жидко, придётся добавлять муку, а я не хочу. 26. 28. 28. Здесь каждый грамм ещё засчитывается в воде. Всё, 30 граммов. Убираем весы. Вот, и замешиваем нашу крутую левитамадра. Подождите, так мне так поставить, чтобы было вам видно хорошо. Тень, да? Правда же тень. Ну, вот так, с другой стороны поставила. Девочки, послушайте. Левитамадра, рассказываю вам. Именно на левитамадра, ни на какой другой закваске вы не сделаете высокорецептурную выпечку. Всё, что касается бриоши, всякие вот эти вот булочки. Вот я вчера с дочерью своей разговаривала. Ну, Катя ничего не понимает, конечно, в хлебах. Вот, и она меня внимательно вчера слушала. И она говорит, мам, ну вот это же, ну вот, а что, что такого, что ты там вот так выпекаешь вот на этих заквасках? Ну, то есть разницу между закваской и дрожжами, конечно же, она понимает. А вот разницу в заквасках, там ржаная, там то-то, то-то. Вот. Нет, конечно, как и любой другой человек, который этим не занимается. Мне кажется, даже жидковато, девочки, будет. Ай-яй-яй называется. Сейчас я рукой буду вымешивать. Ну, вот, я и говорю. Доченька, помнишь, когда ты приезжала первый раз ещё во Францию? И у нас такие вот булочки продаются для завтраков. Такие сдобные булочки, они такие немножко длинненькие, прям по 10-15 штук пакета продают. Естественно, заводского производства. Но они очень вкусные. И в них вот просто какое-то добавленное такое. Они ароматные, вкусные такие, прям. Их ешь, и остановиться не можешь, да? И вот я помню, моя Катя, когда эту булочку взяла, а я же уехала, слушайте, я же очень давно во Францию уехала, в 2003 году. 20 лет, мои дорогие. В декабре месяце, в этом году 20 лет, как я приехала во Францию. Вот, и она попробовала эту булочку и говорит мне. Вот я ей вчера напоминала, говорю, дочь, я навсегда запомнила это слово. Она, господи, как они делают такие вкусные булки? Я ей говорю, вот такие вот вкусные булки сейчас я пеку только на закваске сама. Она, да ты что, мама? Я говорю, да, доченька? Надо, чтобы ты каким-то образом ко мне в гости выбиралась. Ты сейчас с этими передрягами всеми, ни самой, ни съездить, ни детей сюда привезти. Очень дорого, во-первых. Ну и потом тут с визами тоже такие проблемы будем выжидать лучшего момента. Вот, отступление. Так вот, только вот это вот, такая вкусная выпечка. Как бриоши, всякие булочки там с корицей. Всё, что касается вот понеттоне. Вот, та же наша, если вы хотите, наш кулич. На закваске это всё получается совсем по-другому. Вот именно на лебета-мадре. Эта лебета-мадра, она придаёт вот эту вкусовую ароматику. Именно. То есть, можно выпечь, естественно, на любой другой закваске. Вот я выпекала на другой закваске, в одной книжке. А потом эту же булку сделала на лебета-мадре. Мой муж сразу сказал, она другая, она вкуснее. А он там же такой, знаете, я хочу ему сказать, у меня Морис, не в обиду ему будет сказано, у него не очень развиты рецепторы. То есть, у него вот, чтобы так вот афине, такую вот тонкую разницу во вкусах, он может и не почувствовать. Он там запросто может перепутать, вот допустим, начинка там, яблоко, груша, там, ну так грубо сказать, да. Он ещё будет думать, что там. То есть, ягоды, вот эти все вкусы ягод, он их тоже не различает, но я не могу осуждать за это взрослых французов. Вот, хотя они сейчас вот уже и дети наши, подростки, внуки Мориса, они тоже никто не едят эту свежую ягоду столько, чтобы её можно было понимать, что ты берешь и говоришь, что это малина, это голубейка, это червейка, это там ещё, что они едят очень мало этих фруктов, они очень-очень здесь дорогие. И у нас на юге Франции они просто не растут в огородах, в садах. Ну вот, поэтому дети пока не маленькие, им родители покупают всё время эти ягодки. Там я же вам показывала цены, да, там 125 граммов стоит 4-5 евро. Вот, вот это тесто, ну, видите, я добавила 30 граммов, вот это тесто нужно вымешивать очень-очень долго. Она их даже, вот, рекомендует, можно, у кого маленькие миксеры есть, небольшие цикони, вот, хотя она, говорит, в большом тоже можно вымешать. Ну, я не пробовала, мне надо его достать, перенести, потом это всё мыть, я уже руками как-нибудь. Я себе купила маленькую скалочку. Вот. Ну, вот пока катаю, расскажу. И вот я попадаю вчера на прямой эфир по кондитерскому искусству. То есть тоже все вот эти вот торты, там, у вас там очень много всяких названий, там, три шоколада, там, всякие какие-то там молочные девочки, там, мальчики, там, всё такое, ну, то есть девочки такие, знаете, не то что профессионалы, они такие ещё, как это, такое слово есть, когда осознанные профессионалы, то есть они могут посоветовать в каком-то там случае, что вам лучше какие сделать, добавки и всё такое. И вот я смотрю, мне это всё нравится, но я понимаю, что я этим заниматься не буду. Даже не потому, что, ну, извините меня, кондитерская выпечка, это уж естественно только всё на муке высшего сорта, все эти шоколады, много, что мне не нравится, очень много ингредиентов, очень. То есть там, чтобы сделать один этот тортик, там, три шоколада, там надо три вида шоколада, ну ладно, хорошо, по поводу можно. Ну, там много, там и желатин, и там и сливки, там сахар такой, там это тот, столько много оборудования. Вот, то есть мне нравится, я вот выпекаю уже тоже там всякие тортики. Но вот я начала печь по нашим французским, что я делаю с тестом? Я его прослаиваю. Вот, оно тогда лучше созревает. И это... Я смотрела, смотрела эту девочку и думаю, нет, мне это не нужно. Она тоже, естественно, что она продавала свой курс, рассказывала, как это можно всё продать. Вот, допустим, себестоимость торта там стоит такого-то, стоит там 500-600 рублей, а продаёте вы его за 2 200-2 500, а они там даже дают лицензии какие-то после пятидневного обучения. То есть вы это можете делать на дому и продавать. Но в России это возможно, во Франции это невозможно. Здесь никто у вас не купит торт. Ну, допустим, кроме семьи, допустим. Да, вот если семья, и они знают, они едят мои торты, то, может быть, они у тебя закажут. Вот, но у французов, послушайте, это, наверное, единственная такая нация, что они пойдут, купят в магазине, закажут у какого-то другого человека, но не у своего родственника. Вот, поэтому, как бы ни было странным. И поэтому я думаю, нет, торты не для меня. Катя вчера, говорю, доченька, ну вот я выпекаю хлеб белый там для Марисы, но я же всё равно одну-две лусточки свежего обязательно съем. Он такой вкусный, он такой ароматный. Потом, нет, потом я ем свой чёрный, я больше его потом не ем. Ну вот, когда я его разрезаю, да, вот горбушку, кусочек отрезаю там, показать разрез, я это съедаю, честно вам говорю, могу ещё маслицем такая намазать. А потом всё, хлеб начинает остывать там, допустим, остыл на следующий день, вот он твёрдый. Нет, меня больше это не интересует тема. А Марис наоборот любит, именно завтрашний, послезавтрашний хлеб. Вот у меня, кстати, лежит булка хлеба неразрезанного. Мне кажется, я вам даже уже и не снимала её. Вот сейчас я буду резать, и я вам покажу. Вот этот вот колобочек нужно оставить минуты 15, чтобы он отдохнул, чтобы в нём развилась клейковина. И потом я его ещё раз закатаю и порежу. Девчонки, раз уже здесь стою с книжками, это мужу показывала чёрный форенуар называется, чёрный лес. Тоже на закваске, на остатках закваски. Здесь на вот эту порцию нужно всего лишь 70 граммов. Закваски, если в брауне 150-й добавляла, то здесь только 70 граммов. Но мы в брауне не добавляем ни грамма муки. Но я, кстати, в прошлый раз, я не знаю почему, но мне показалось, что он какой-то жидковатый. Я добавила пару ложек ящменной муки, тоже очень вкусно было. Но он был чуть-чуть суховат по краям. А вот здесь вот у нас идёт только 70 граммов закваски и здесь 150 граммов муки. И вот я хочу его сделать, попробовать мужу на день рождения. Вот, не знаю, делать сразу двойную порцию. Но это будет очень большой. Эта порция рассчитана на 8 человек. Здесь нужно 400 граммов сливок этих густых, из которых делают шанти. Вот, потом нужна вот такая черешня. У нас её, конечно же, нет, но можно взять черешню в баночке. Короче, хочется мне испечь. Вот не знаю. Решусь, не решусь. Не делала ещё ни разу. Если брауни это делается за 5 секунд, то это всё-таки покраше, чем брауни. А я ещё хочу сделать брауни белый. Вот, есть у меня такая мысль. Тут пришли кошечки такие, хотят на улицу пойти. Я его спускать не буду. Во-первых, очень прохладно сейчас. Она недавно зашла. Так вот, сидит тут, меня хвостом махает. Благо, что я уже всё тут это закончила. Ну, я, конечно, когда на это делаю всё, я её не пускаю. Так, девочки, завариваю себе чай русский. Русский зелёный чай. Купила в Кокероне, послушайте. Что у нас здесь? У нас там, значит, зелёный чай, потом вкус цитрусовых, значит, корки апельсина, лимона, мандалина и красного апельсина. Послушайте, вот мандалин никогда, в принципе, не засушивала корочки. А может быть и зря. Вот сейчас вот, когда начнётся у нас корсиканские, которые вот с листочками продают, да? Ну, вот я тогда попробую засушить. Очень дорогие у нас чаи, нужно всё делать самим. Ну, конечно, я всё сама не делаю, однозначно. Вот, но чай дорогущие. Слов нет. Так, ну что, мои хорошие, сейчас мы разрежем нашу заквасочку и положим её расходиться. Вот она такая, смотрите, она даже успела немножко подняться, поэтому я её немножечко ещё закатаю. Натянем сейчас немножко клейковику, выровняем её. Шарик яйца. Слушайте, каждый по-разному качает, и все друг друга это критикуют, как правильно закатать шар. Кто-то там, допустим, вот таким методом закатывает, кто-то вот таким, но нужно больше... Вот этот вот, вот этот вот, таким вот и не выкатаешь, потому что она гладкая уже, выкачанная, поэтому закручиваем наш шарик. Вот, надрезаем. Кошка сидит мирно. на эту доску ни-ни-ни. Ну, девочки, не осуждайте. Просто я не хочу брать руками и её это выгонять. Тогда мне нужно будет руки мыть. Так, смотрите, так выкладываем. Теперь, девочки, про ливита мадра. Вот это считается холостое кормление. Видите, она уже вон там даже подошла у меня. Это считается холостое кормление. То есть, я не буду после этого сегодня готовиться. Вот она у меня сейчас час-полтора постоит. Как только она начнёт подниматься, я её закрываю сразу плотно и ставлю в холодильник. Если бы я сегодня выпекала, я бы подождала, пока она у меня поднимется, я бы её перекормила ещё раз и потом бы только на третий раз брала мне нужно, чтобы сделать опару на выпечку 50 граммов, потом бы я брала 50 граммов и уже кормила 50 граммов на опару на свою выпечку. Короче, это дело такое, что если вы хотите поставить на ночь тесто на холодную расстройку в холодильник, то вам нужно с утра выкормить свои, омолодить наши закваски и тогда мы будем точно уверены, что наша выпечка поднимется. Если вы держите её там в день только в холодильник и сразу кормите, то, конечно же, достаточно и одного раза, хотя после холодильника рекомендую всё время её купать. Ну, не знаю, буду ли я это делать, но сегодня так. Сейчас я подпишу, чтобы не забыть, во сколько она у меня встала и часа через полтора я поставлю в холодильник. Так мои драгоценные, короче, я уже всё передаю, уже стоит вода у меня, скоро закипит на нашей спагетте. Послушайте, этот раз у меня хлеб, ну, вот впервые он у меня немножечко подгорел. Я, конечно, сделала бетиза, бетиза, ну, глупость, да, когда на дно корзинки насыпалось зёрнышко, тесто не взяло в себя вообще ничего, ну, вот оно кое-вде приклеилось, всё остальное ссыпалось, и только у меня, послушайте, постоянно эти семечки разлетаются по всему дому, поэтому если семечки, тогда нужно, когда мы заготовку перед тем, как будем ставить в печь, нужно смазать либо закваской, либо яичным белком, посыпать семечками, тогда всё будет держаться. Смотрите, вот так вот, вот такой вот хлебушек у меня, вот это мука второго сорта, причём я второй раз пеку рецепт французская булка, но так как я против выпекания хлеба на муке высшего сорта, я предпочитаю, во Франции идёт такая маркировка, вот у нас Т45, Т55, Т65, Т45, это высший сорт, Т55, это первый сорт, Т65, это второй сорт, и я смотрю по сколько в нём белка, вот в этой муке у меня 11 граммов белка, и есть высший сорт, где вообще 8,7 белка, поэтому, ну смысл мне брать высший сорт, всё равно там клейковины не разовьются никогда в жизни. Послушайте, короче, я первый раз пекла на втором сорте, но это была другая марка, а это марка Био, биологическая, Жиан Казино, марка, ну это вам ни о чём не говорит, но вот хлеб получился немножко пониже, чем на прошлой муке я делала второго сорта, поэтому мы поедем в Карфур, здесь такой муки нет, в Карфуре я её брала, если она там будет, я тогда её возьму, муж сказал, если хлеб будет нарезать тонко, то я тогда мякошь не буду выбрасывать, можете себе представить, мы все тут, вся семья Тулары, это меня Марис так и научил, вынимаем мякошь в багетах, в хлебах и не едим его, отдаём птичкам, курочкам, и короче, он мне говорит, и отец так мой ел всегда, и вообще очень многие французы так едят, в том деле, что типа забивают этим мякошем желудки, ну а здесь же у нас, понимаете, ферментированная мука, всю мякош, я увидела, что он мякош, там короче, был кусок вот такой отрезан, я нарезала, вам показывать, я ставила вот такой толщинный кусок, и вот он значит мякош выковыривает, я говорю, так не пойдёт, мой дорогой, во-первых, муку не найти, мука дорогущая, как пахнет этот хлеб, вы не представляете, короче, рецепт французской булки, вот этот вот хлебушек сейчас, вот лусточку раз, в тостер, вообще намазал маслицем, вот конфитюрчиком, чем хочешь, вкуснятина, и на завтрак, и он универсальный, вот, но у него кусок есть, поэтому это сейчас идёт на заморозку, единственное, чего я думаю, может быть, разрезать пополам, или так уже оставлять, и вот он, а потом я ему нарезала хлеб, у меня же нож вот этот режет хорошо, понимаете, он говорит, вот если вот так нарезан хлебушек тоненько, тогда я буду есть полностью, ничего выбрасывать не буду, девочки, вы можете себе представить, как мы живём с моим мужем, это вообще, если я ему нарежу вот так тоненько хлеб, потому что, когда он берётся резать хлеб, девочка, лучше бы он не брался, называется, не знаю, сколько у меня по месяцу, поэтому я пока щитненько, он мне тут накрышит на весь дом, так корочку я ставлю, я её сейчас поджарю, положу вот так на ту сторону, она нагреется, вот, а ещё можно нарезать вот так хлебушек, тоже очень хорошо, ну раз я уже эту буханочку начала нарезать так, я тогда и продолжу, сейчас у меня уже водичка вот-вот закипает, короче, то есть я принципиально не хочу печь хлеб в муке высшего сорта, но вот во второй сорт муки я добавила буквально 50 граммов, у меня здесь 50 граммов муки цельнозерновой, то есть такой вот, знаете, такая, которая вот идёт с оболочкой, да, вот, она такой цвет дает красивый, вот какой я и кормлю свою заквасочку-то, вот я, кстати, вот на этой муке кормлю свою закваску на биологической марки Жиан Казино второго сорта, белок 11, о, как я вам тут рассказываю, вот, и цельнозерновая мука, и я сюда 100 граммов добавила муки, вот я выписала себе итальянскую муку с большим содержанием белка, у меня одна мука идёт, ну вот эта мука обычно для пиццы такая, 14, вторая вообще, манитоба 16, но это я её покупала, я готовлюсь выпекать панеттон, панеттоны, и там нужно и закваску левитамадры перекармливать на 16-процентной, на 16-процентном белке, и в тесто нужно такое, поэтому я добавила, не 16-процентных, которые 14-процентных, цепи для пиццы, и вот такой прекрасный хлеб, поэтому я всех призываю, вот я уже давно призываю, используя белая мука, у меня используется теперь на выпечках, на бриошах и так далее, вот, ещё не хватало мне хлеб печь на этих всех высших сортах, но я как-то не посмотрю, девочки, это дело выбора любого и каждого, понимаете, я как-то не посмотрю, все рецепты идут, высший сорт, высший сорт, но я хочу вам сказать, что муку очень сложно найти, вот видите, какая разница простойка, здесь вон какие дыры, а там он поменьше, может быть, с какой стороной стоял, там не знаю, от чего это зависит, мои хорошие, вот, а я считаю, что вот как я научилась, вот разбирать эту муку, это мука для выпечки, это мука для этого, а вот начиная со второго сорта, вот эта Т-65, у нас идёт мука хлебная, то есть я её беру 300-350 граммов, а уже там 150 граммов добиваю цельнозерновой, и допустим, высшего сорта с большим, с большим с этим, тем процентом белка, в муке, вот такие вот мои дела, короче, я твердолобая, и я считаю, да, хлеб, который первые 2-3 хлеба я пекла на высшем сорте, он немножко белее, но вот этот хлеб, он по вкусу вкуснее, потому что здесь есть оболочка зерна, и она нам придаёт вкус. Вот моя закваска сегодня, слушайте, сегодня в шкафу 26,5 градусов, а здесь вот на стене 24, вот, ну, сегодня, видите, я варю эти апельсины, там варила, и всё такое, смотрите, вот я поставила в 9,45, сейчас у нас 12,55, уже почти 3 часа прошло, видите, она вот поднялась, но для ржаной закваски нужно больше времени, это пшеничная, сейчас посмотрите, там пузырьки пошли, а это маленький стартер, я сделала, 20 граммов закваски оставшиеся, и 10 граммов муки, 10 граммов воды, это тоже на всякий случай, не знаю, сколько я использую своего сегодня, своей закваски на хлеб, поэтому, чтобы не остаться в ней без закваски, это ещё нужно стоять, а вот пшеничную, она как только начинает, там, допустим, бугриться, ну, пускай ещё постоит, её можно сразу ставить в холодильник, вот у меня тут, шо, шо тут сегодня у нас, так, ну, посмотрите, прошло 3 часа, это даже много, надо было раньше стоять, но мы обедли, посмотрите, какая красотища, ммм, лейбита мадро, вот такой у меня сегодня, огромный, бородинский, ну, уж не знаю, как мне его донести, но, во всяком случае, красота, так, девочки, вчера вот новую подробность, вы видите, как я его выложила, тут крутила, но уже предусматривала, признала, что будет по диагонали, камень измерила, видите, всё подошло, что вот этот хлеб подовый, его нужно выпекать с паром минуту, максимум 3, и потом нужно убирать воду, сейчас буду убирать, выветривать духовку и допекать, так, ну, и посмотрите, вот мой хлебушек, смотрите, сколько он там, он 35 сантиметров, даже 37, такой огромнейший, вот, и, я хочу вам сказать, что, мне кажется, он не очень у меня удался, курочка жёсткая, я его вчера, конечно, сряпала уже там, по своему рецепту какому-то, потому что, захотелось заваркой, а заварку, короче, не завела вместе с закваской, закваска зреет, заварка ещё не готова, короче, я их там смешивала, в 4 утра встала, смотрю, всё подошло, давай я уже тогда это, замешивать тесто, я всё отмерила с вечера, ну, 4.30 где-то, тесто было замешано, короче, заснуть не смогла, гвалила очень голова, взяла таблетку, слушайте, заснула до 10 утра, встаю, открываю свою миску, а там всё, шкварчит, послушайте, да не просто шкварчит, там прям вот оно, слышишь, пш-пш-пш, вот так вот делает, вот, на хлебе очень много дефектов, видите, вот здесь вот разорвалось, это значит, что он не подошёл, я в этот раз, он очень твёрдый, я его сейчас буду прям, это, в пергаментную бумагу заматывать, и в свои полотенца, которые я специально уже отвела себе для хлеба, вот, и видите, сколько трещин, и послушайте, ну, он у меня покрыт закваской разведённой, и сверху ещё вот новый какой-то акстюз, чтобы хлеб блестел, заваренный крахмал, ну, я не вижу, чтобы там был большой блеск, короче, резать буду только вечером, либо завтра утром, но, он внутри будет вкусный, потому что там всё вкусное, вот там такое закваска, набородинский, кориандр, там патока, этот, красный солод, мальтозная патока, нержаная, ячменная, поэтому там всё очень вкусное, но, хочу вам сказать, что, как будто бы эти ржаные хлеба вообще не по моим мозгам, ну, что, вот говорю правду, как есть, посмотрите, куда я пристроила свой хлеб, вот, я такая иду мимо, смотрю, гортензия, так поднялась, видите, вот ночи стали прохладными, сегодня утром было 14 градусов, у нас идея, вот, а гортензиям то, что нужно, я ещё с вечера вчера ведро воды бросила туда, смотри, какой блядь тут хлеб, так, ну что, сейчас у нас уже вечер, послушайте, я хочу отрезать кусочек хлебушка, я бы взвешивала 1240 граммов, ну, вот я его заворачивала в пергамент и в два полотенца, и у меня такая, такая толстая, такой для хранения багетов, французских, ну, посмотрите, цвет вообще прекрасный, это у меня мука там осталась, ничего страшного, ну, сейчас буду нюхать, завтра будет лучше, и такой, смотрите, он такой, видите, он такой мягонький, всё-таки, ну, послушайте, вот как я люблю, вот эти все добавки, там вот у меня кориандр, патока, красный солод, мальтозный паток, немножечко, вот, корочкой можно было бы быть и помягче, но послушайте, в тех полевых условиях, в которых я стряпала рецепт, практически сама там всё высчитывала, потому что у меня, у меня заварки, это заварной хлеб, у меня заварки было на одну порцию, а закваски на две, вот я пересчитывала, сколько нужно муки, чтобы сделать как бы двойную порцию, но с одной порцией заварки, считала, считала, но высчитала, ну, послушайте, в принципе, в принципе, сейчас я буду пробовать, мне кажется, очень даже неплохо, ну, вот такой вот у меня, стёганный мешок, такой, знаете, для хранения багетов французской, я его там покупала, в самом начале нашей семейной жизни, с Марисом, у нас в этом году 15 лет уже, как мы живём вместе, вот видите, всё перегождается, когда-то, ну, послушайте, я пробую этот хлеб, неплохой, но был у меня и вкуснее, но этот тоже вкуснее, завтра будет ещё лучше, так, мои хорошие, посмотрите, я получила сегодня, ждала почти 3 недели, не знаю, откуда она шла, короче, она в Германию пришла, на прошлой неделе, посылка сама из Германии, марка французская, Purex, вот, кастрюлю заказывала круглую, получила вот такую вот, прямоугольную, но она мне очень нравится, девочки, ну, вот, написано, на 6,7 литров, 36 сантиметров на 22, на 6,8 человек, slow cook, slow cook, это, ну, такое, как медленная, да, готовка, можно при низкой температур, не знаю, как тут, почему они так написали, короче, я единственное, что переживала, что, почитала комментарии, очень многие женщины писали, у кого это отбита, там, ручка, у кого там ещё что побито, вот, моя, слава богу, пришла, ага, смотрите, много говорила, вот, видите, отбита, но надо же, ой, ну, это уже ничего я не сделаю, это надо идти на почту отправлять, ничего отправлять я не буду, конечно, сразу не заметила, вот, это фирменная кокота, здесь вот где-то 6, 4600 объём, и в крышке 2400, в крышке 2400, вот, я её купила, покупала, хотела круглую, для того, чтобы выпекать хлеба, потому что она держит температуру, но можно её нагреть до 300 градусов, поэтому, вот так вот она будет выпекаться, вот таким образом, сюда будет класться хлеб, закрываться таким образом, почему хотела круглую, потому что круглую крышку можно повернуть, ручками вот сюда, и потом снимать, легко её вынимать, снимать из духовки, а вот с этими, конечно, тут напряжёночка, она же будет горячая, рукавица не подлезет, вот сюда подручку, то есть вот так вот брать, будет тяжело, ну, что-нибудь придумаем, вот такие вот дела, девочки, ну, а так, конечно, можно большую курицу, можно только одну штуку использовать, что-то быстренько запеть, яблочки, например, вот, сюда большая курица влезет, курица, курица, петух, утка, ну, короче, вот такие дела, девочки, ну, надо же, посмотрите, отбита, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну, ладно, стоит она в магазинах, я нашла в одном магазине здесь, 50 евро, так ещё, чтобы её прислали, ещё 5,90, вот, а мне она получилась доставка 36 мт евро, из Германии, поэтому не знаю, откуда её там везли, ну, факт налицо, есть эффект, ну, никто мне из-за неё денег, конечно, не вернёт, это раз, а отсылать и ждать новую, я не буду этого делать, поэтому, будем пользоваться так, как есть, так, что здесь ещё интересного, значит, смотрите, выдерживает 300 градусов температуру, и плюс 300, минус 40, и 220, термический шок, это значит, допустим, если у меня стояла утятница в холодильнике, то, если я разогреть духовку на 220, она может это выдержать, но я думаю, не стоит этого делать, друзья мои, лучше доставить из холодильника, поставить духовку, и нагревать холодную кастрюлю, чтобы её, как бы, не испортить, у меня такой, у меня сколько раз, два, три, у меня, по-моему, четыре вида, ой, и открытых, у меня 4, 5, 6 видов этой посуды, потом у меня салатники тоже перексовские есть, это очень хорошая, качественная посуда, конечно, которая пригодна для приготовления пищи, поэтому в этом нет проблемы, вот написано здесь, вот в инструкции, чтобы не ставить на открытый огонь, вот, размеры тут расписаны, 36, 22, улитый 4,4 и 2,3 в крышке, посудомойку можно, микроволновку, ну, если у кого-то есть такие микроволновки, тоже можно, духовка, холодильник и этот, морозильник, так что, мои хорошие, я довольна, несмотря на то, что есть дефект. Субтитры подогнал «Симон»